Музыка 36% мы уменьшили сплотские запасы с началом января месяца и на 36% нарастили объемы производства Но это очень важно, потому что разного рода ресурсы каждый день пишут, что мы все на склад производим у премьера спрашивают, как так он мне постоянно информирует, какой процент разгрузки складов положительная динамика нет, везде, ну понятно, им же не надо объективная картина но если у тебя 36% за 9 месяцев ты разгрузил склады это хорошо хотя и есть проблемы сегодня с экспортом, но это отдельная тема, которую мы на сегодняшний день наращиваем и смотрим, что нам выполнить эти показатели ну проблема с экспортом, Дайя Михайлович, она и будет она никуда не денется, мир остановился нет потребления, тем более машиностроительной продукции в этом области мы видим, что у нас, да, есть недостатки в работе, но мы принимаем меры для того, чтобы все предприятия наши работают в ритме, без всяких остановок понятно, что еще? Александр Григорьевич, значит с момента назначения меня на должность 1 апреля 2019 года по 1-е, 11-е, 20-го снизили остатки при 2 десятых раза Я очень хорошо информирован, потому что меня очень беспокоила ситуация на Гомсельмашке И в этом плане ты конечно молодец, что сократил больше чем 3 раза, это здорово, продал продукцию Что касается работы по экспорту, за 10 месяцев 2020 года по отношению к соответствующему периоду 2019, темп просто составил 118,4% и поступление денежных средств от экспорта увеличили в 1,6 раза Ну тоже молодец, ну что тут скажешь, не только продал больше комбайнов и прочего, но и денег больше получил Это самое главное, какие предприятия в холдинге сейчас На сегодняшний день в холдинг входит основной, это Огум Сельмаш Наше предприятие Гоменское, это завод для ТИА и Нормали И предприятие, находящееся в Лиде, это Лида Агропромаш Они все нормально работают? Все, у нас по Злину сейчас в этом году ситуация такая сложилась как изначально на Огум Сельмаш Мы занимались снижением остатка, но в целом на показатели холдинга как вы видите, это не повлияло В следующем году мы там выравниваем ситуацию и продолжаем дальше наращивать объемы Молодцы, это очень ценно Понимаете, некоторые же нам предлагают, что какие пирамены и реформы? А это не надо, продадим Мы пошли другим путем Да, может быть несколько нестандартным Социалистическим путем Неважно каким Но мы спасли их Да, где-то они напряглись Ну и государство в плечо подставлено При этом я только хочу заметить, вот я губернатору говорил, чтобы мы все понимали Что государство в плечо подставлено И Гум Сельмашу, и другим, и так далее Но когда-то долги надо отдавать Я имею ввиду денежные И у вас эта тенденция есть Это хорошо Конечно, мы будем и дальше поддерживать Никуда же не денешься У вас сколько в холдинге? Тысяча двенадцать? Твенадцать с половиной Да, где-то небольшая избыточность есть Численности Ну слушайте, ну люди уходят на пенсию Просто кто-то увольняется Переходит на другие предприятия И надо естественным образом сокращаться Нельзя выкидывать людей на улицу Эта команда выполняется Ну ни в коем случае Нами разработана стратегия развития техники до 2030 года Которая предусматривает улучшение конкурентных преимуществ Всей нашей линейки техники И улучшение новых конкурентных качеств Благодаря тому, что часть этой стратегии Мы уже смогли по ряду машин реализовать в этом году Мы имеем тоже такие результаты по реализации машин Потому что на сегодняшний день Техника практически с колес уходит на реализацию Вот это великое дело Мы молодцы просто И на сегодняшний день Мы уже сформировали практически на 2021 год Весь пакет заказов Первое, это вот второе поколение Полесия 800 Что мы тут предусмотрели? Увеличение транспортной скорости Чтобы он быстрее приезжал к полю Значит поставили широкопрофиль машины бавруйские Новые они для нас разработали Жадка будет складная Чтобы он не на тележку расслабился и поехал быстренько Значит мощность ветра пока сохранится 450 отношений Полный привод по заказу Систему автоматического пожаротушения Это вот этот комбайн? Это маленький комбайник Вот он 3 метра жадка 3,2 Ширина малосинки Ну он надежный этот комбайн? Ну мы его испытывали Это минский двигатель тут стоит Это наша Нива Нива там Там же 4 метра был, да? Нива помнишь? 4,5 было, но это специально просят у нас маленький Для того, чтобы Маневренный Мой любимый комбайн Надо свое развивать Ну смотрите за качество Чтобы не обижались крестьяне Вот эти 11 центров Обслуживают 2 человека С двойной наводчиками Коэффициент загрузки по центрам 0,81 То есть нам нужно работать Работать и работать Вот эти 4,5 Раньше надо было покупать Надо было покупать Сейчас это все производится в топе Литие Получаем с завода Литие нормальное Приходим сюда То есть от заготовки До выпуска готовы Мотор колеса Которые либо итальянские Либо Бошлик Трот Либо Бонзиоли Вот это мотор колеса Собственной разработки Собственного производства На самоходной косилке Я стану не платить Его задача Ускорить массу Которая выходит С нагланной камеры И тут у меня порой Тоже покупали по импорту Коленвалы покупали И все производим сами Здесь у нас полностью Конвейерная сборка Поэтапная 28 машин одновременно Собирается Начинает шассик Но машины разные, да? Разные, да Вся зерноуборка Походит здесь Зарплата тоже на сегодняшний день Достойная у нас Средняя заработная плата Даже за прошлый месяц 1402 рубля Вот получилось Но в летний период Сезонной доходило 3-3,5 тысячи Никого не сдерживали Да, кто хочет Выходные определенные Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...